Привет, ребят! С вами, как всегда, Виктор Карасёв, сегодня в коротеньком закадровом формате. Мы тут недавно на стриме страданий в Кёрст Кастилла ржали над теми, кто делает обзоры по демо-версиям и трейлерам. И вы не поверите, я решил примкнуть к этой странной плеяде ютуберов. На самом деле это скорее шутка, потому как игра, а точнее эпизод, впечатлениями от которого я хочу сегодня поделиться, не совсем демо-версия. Это скорее пролог ко второй части Life is Strange. Среди моих знакомых есть два типа людей. Одним игра нравится, вторым категорически нет. И те, и другие, правда, сходятся во мнении, что концовка оригинала, а точнее обе концовки, были безбожно слиты. Но это уже немного другой вопрос, имеющий намного меньшее отношение к теме в целом. После приквела Before the Storm мое отношение к серии немного изменилось и должен признаться не в лучшую сторону. Да, я понимаю, что перед штормом делала совершенно другая компания, до этого специализировавшаяся в основном на сноубординге и сомнительных симуляторах ралли. Но, черт возьми, издателем оставались Square Enix, и за качество продукта перед покупателем спрос в том числе и с них. Я не буду разбирать плюсы и минусы приквела, но должен сказать, что я очень рад, что вторую часть проекта снова разрабатывают авторы оригинальной игры. И я жду от Dontnod Entertainment в первую очередь интересные истории с хорошим налетом мистики. И, может быть, хоть в этот раз внятной и интересной развязки. А во вторую нормальные картинки, а не вот этого позорища в проекте такого уровня в 21 веке. Слава яйцам, вместо непонятно откуда взявшегося Unity, Life is Strange 2, как и спин-офф The Awesome Adventures of Captain Spirit, делаются на Unreal Engine 4. Как вы уже, наверное, поняли, сегодня я хочу поговорить именно о приключениях Капитана Призрака, щедро подаренных разработчиками каждому желающему. Хотя мы с вами прекрасно понимаем, для чего эта щедрость. И я очень надеюсь, что рекламный эпизод заставит меня захотеть купить игру. Да-да, я пишу вступление к ролику прямо перед тем, как в первый раз запустить Капитана. Все, все, поехали. История двухчасового эпизода, а именно столько времени вам понадобится, чтобы пройти офигенные приключения, затронет один крохотный эпизод из жизни мальчика Криса Эриксона и его отца. Да, это снова в какой-то мере попытка поднять драму родителей и детей. Но одновременно с этим и желание вернуть вас ненадолго в безоблачное детство, каким большинство из нас вспоминают свои 10-12 лет. Хотя в 90-х все было совсем не так радужно, как нам хочется помнить. И с тем и с другим эпизод справляется отменно. Правда, при одном условии. Вы действительно должны хотеть погрузиться в историю, а не просто протыкать очередную бесплатную плюшку из PSN или Steam. Все озвученные в заголовке приключения игры Криса с воображаемыми друзьями и врагами, битва с чудовищем, которая на самом деле оказывается обычным паровым котлом, путешествия на космическом корабле. Фига, да он же джедай! А, нет, показалось. Из-за основной причины одиночества нашего протагониста, отсутствия друзей и внимания отца, который после смерти матери запил и практически не обращает на сына внимания, ну, точнее, обращает, только не в совсем правильном виде. Продолжение следует... Прячутся те самые детская непосредственность и фантазия, которые вызывают в наших сердцах это приятное чувство ностальгии по детским годам. Саундтрек, как всегда, просто отвал башки. Я не могу охарактеризовать его по-другому. Каждая мелодия подобрана просто идеально и заставляет окунуться в происходящее настолько глубоко, насколько это вообще возможно. Игровое пространство ограничено домом, двориком с домом на дереве и лабиринтом из листов железа. Вот эта часть лично у меня вызвала самые яркие впечатления. Домиков на дереве у нас не было, но всяческие шалаши на участке на даче из листов железа мы строили постоянно. И гаража со старым автомобилем Бати. Практически во всех локациях разбросаны документы, которые не только раскрывают детали происходящего и заставляют проникнуться этим коротеньким произведением, но и содержат кучу отсылок к оригинальной Life is Strange. От безобидных, как например письмо от руководства Академии Blackwell, в которой училась мама Криса, до ожидаемых, но от этого не менее неприятных, как тот же буклет выставки Джефферсона с очень знакомой фотографией на обложке. Действие приквела, как и самой Life is Strange 2, будет происходить спустя три года с событий первой игры. И разработчики говорят, что решения, принятые в The Awesome Adventures of Captain Spirit, будут иметь влияние на события совершенно новой истории в мире Life is Strange. Какие и как именно, само собой непонятно. Остается только гадать. Говорят, что в файлах игры нашли упоминания о главных героях второй части. Ими станут братья Шон и Дэниел. Согласно названиям некоторых файлов, протагонисты заглянут в Аркадия Бэй, где будут упоминания о Крисе, Макс и Хлои. Сверхспособности также вернутся. Слава яйцам, в Before the Storm я ждал их всю игру и очень удивился их отсутствию. И еще один очень интересный момент. Судя по всему, в игру могут завести кооператив со сплитскрином. И это, пожалуй, самая приятная для меня новость. Очень не хватает на современных консолях игр для двоих. Многие оценят, что Life is Strange наконец-то выходит на русском языке. Не уверен, будет ли новичкам так же интересно вливаться во вселенную сразу с третьей части и пропускать кучу отсылок к делам минувших дней. Но то, что история планируется совершенно новая, абсолютно точно увеличит процент заинтересованных. Концовка офигенных приключений сделана отменно. И очень круто разжигает копившийся в процессе игры саспенс. Не хочу спойлерить, потратите пару часов своего времени в день с подходящим настроением и оцените сами. Вот так нужно делать концовки. Конечно, это больше смахивает на клиффхенгер, в который Don't Not и в первой части умели. Но поскольку данный эпизод позиционируется как законченное произведение, по крайней мере на данный момент, вера в чудо все еще не отпускает. И очень надеюсь, что главные герои Life is Strange 2, на этот раз мальчики, не будут друг с другом целоваться в угоду модным нынче тенденциям. Да, понимаю, что этой фразой я сейчас сломал все, что говорил до этого, но сегодняшний вектор развития видеоигр все же заставляет опасаться, что такое возможно. Don't Not, пожалуйста, не портите игру без особой на то необходимости. Спасибо за внимание, друзья. Надеюсь, было интересно. Не забывайте про большие пальцы вверх и подписку на канал. Ждем 27 сентября с первым эпизодом Life is Strange 2. И еще буквально несколько дней до выхода следующего ролика на канале. До скорых встреч. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok